Добрый день! В канун Рождества Христова гость студии СБТВ митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Здравствуйте! Недавно много шума наделала новость о том, что Папа Франциск решил нести изменения или подкорректировать главную христианскую молитву Отче наш. Почему в принципе возникла такая необходимость и насколько все это существенно для религии и для веры? Действительно, если мы будем читать молитву Отче наш, там есть такие слова «Не веди нас во искушение». С этой молитвой мы обращаемся к Богу, как Бог ведет нас во искушение. Бог допускает искушение, и мы можем противостоять Ем, если пользуемся помощью Божьей. Но нельзя брать только вот этих вот одних слов этой молитвы, надо брать весь контекст этой молитвы, потому что дальше идут слова «Не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого». То есть тут противопоставление одно к одному. Папа не сказал о том, что надо обязательно изменить, он сказал только то, что надо, может быть, в некоторых языках немножко посмотреть. Я немножко знаю языков, вот, и даже если возьмем польский язык, «Не веди нас во искушение». Это не совсем то, что не веди нас во искушение. Это уже имеет другой оттенок. А по-литовски это совсем по-другому. «Не дозволь, чтобы мы были искушены», если так вот переведем. Поэтому тут надо, наверное, посыл Папы понятен, чтобы не возникало у людей каких-то таких противоречивых чувств, как бы такого мнения, что Бог нас ведет во искушение, не ведет во искушение. Поэтому, может быть, в некоторых языках, может быть, надо что-то немножко... – А какой смысл правильный? – Правильный смысл в том, что Бог никогда не везет никого по искушению, но допускает искушение. – То есть это выбор человека? – Это выбор человека. Бог сотворил человека со свободной волей, принимаю, не принимаю. Вот Бог предлагает только. Он не заставляет меня делать чего-то, но он предлагает свой план, свой закон дает нам. Ну, так как водитель по дороге едет, но дает знак прямо, а ну вот он взял, повернул направо, но там стоит медицинер, значит. И, так сказать, начинаются проблемы. – Все языки разные, наверное, не на каждом можно так точно сформулировать. – Конечно, это очень сложно. Понятно, что сегодня католическая церковь, другие церкви, также переводят все на свои национальные языки. Когда-то оригинальный язык утрачен, нету. Потом остался греческий язык. Но это греческий уже не тот, на котором греки сегодня говорят. Это тоже старый греческий язык. Потом появилась вульгата. Это перевод на латинский язык, потому что латинский язык был, ну, таким языком, по которому все говорили его. – Народным. – Народным, да. Сегодня уже этого языка тоже нет, его мало кто знает тоже. Поэтому Второй Ватиканский собор, который проходил в 1963-65 годах, он именно принял решение, чтобы перевести все богослужения на национальные языки, чтобы это было понятно. Но при переводе всегда что-то теряется, всегда что-то. Это просто невозможно знать. Поэтому, может, в течение истории это и получилось. Я бы хотел обратить внимание также на другой факт, что здесь у нас, в Белоруссии, в России, на бывшем постсоветском пространстве, где славянские языки используются, это очень большая проблема изменить, потому что это единственная молитва, которой мы все вместе молимся, та же самая молитва у католиков православных протестантов. – Я вот за час до эфира читал, что православные не поддержали. – Да, поэтому здесь надо быть очень-очень осторожным. Но я беру эти слова вот так вот, что «и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». То есть, ну, противопоставление как бы «а не веди нас в искушение». – Напомню, что у нас прямой эфир. Вы можете оставлять свои реплики, задавать вопросы на сайте SBBuy, на странице вещания, либо в наши группы в социальных сетях. Радиоверсия сегодняшнего эфира выйдет на волнах Альфа-радио. Вот в связи с этой темой оживились феминистки. Начали говорить о том, что «а почему вот отче наш?» А почему вот кто-то решил, что Бог, он мужского рода? А почему не женского или не среднего рода? А вот как к этому всему шуму относиться? Нужно на это обращать внимание или пусть себе шумят? – Ну, я думаю, что слово «отче наш» тут, эти слова «отче наш» ничего не говорят о том, даже о роде Бога. Наш, всех нас. Не говорю, что «мой Бог». Никто не говорит о том, что «всех нас». «Отче – это отец», это как бы мужской род подразумевает. – А, в этом смысле «отче». Ну, так есть, так в традиции есть. И Бог, это святая троица, Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой. Это истина нашей веры. Поэтому мы здесь от этого не можем отказаться. – Понятно. Папа Франциск в входящем году с пастырским визитом посетил Колумбию и Имьян, где способствовал урегулированию местных внутренних конфликтов. И вот сейчас мы видим, что на Святой Земле происходит обострение вот этой вот застарелой вражды за Иерусалим. И вот католическая церковь планирует принимать какие-то действия по урегулированию вот этого вот спора давнего? – Ну, уже было заявление Ватикана по этому вопросу. Мы считаем, что это город трех религий. И такие вопросы нужно решать не волевым решением кого-то, но надо консенсусы искать. И так, чтобы это решение было приемлемо всем сторонам. Я много раз был в Иерусалиме, на Святой Земле, и видел все эти противостояния. Сегодня, конечно, новая волна этих противостояний началась. Тут надо за столом переговоров решать эти вопросы. – Но стороны не настроены на переговоры. Каждый гнет свою линию. – Ну, каждый гнет свою линию, вы знаете, но, тем не менее, все равно кто-то должен выступать посредником, надо искать посредника, надо каким-то образом садиться за стол переговоров, потому что кровопролитие никому не нужно. Вот все-таки это город традиционно многих религий. Ну, и для нас, христиан, он тоже связан с Иисусом Христом. Для меня это город Божий. – Возможно ли как-то этот конфликт, вот этот вот спор привести к какому-то миру, к всеобщему пониманию, чтобы все сказали, что да, вот нас это всех устраивает? – Ну, я не специалист всех религий, но мне кажется, что во всех религиях, насколько я знаю, существует то же самое правило, что нужно любить ближнего, как самого себя. Если мы вернемся к этому принципу, наверняка можно будет. – Ну, вот мечеть Алякса, она стоит на фундаменте храма Соломона. – Да, ну, так есть. – 12 декабря в Музее Великой Отечественной войны приняли участие в открытии выставки, которая называется «Святой крест против свастики». Она была, я зрителям поясню, она была посвящена, или она сейчас проходит, она посвящена борьбе духовенства православного католического с фашизмом года Великой Отечественной войны. Вот как вы думаете, а не пришло ли время проводить выставки или какие-то мероприятия на тему «Святой крест против свастики и неофашизма». Ведь мы сейчас видим то, что происходит в мире, ультраправые идеи снова становятся популярными, движения, партии, которые их представляют, они побеждают на выборах. во Франции там президент был кандидат в президенты. И вот с этим надо что-то делать уже или нет? Это во-первых. Во-вторых, вот эти же люди, которые представляют эти идеи, они говорят о том, что они за традиционные ценности и противостоят именно вот тому либерализму, который расшатывает эти традиционные ценности. — Ну, в первую очередь, нужно поблагодарить инициаторов этой выставки. Впервые в Республике Беларусь такая выставка, даже я не знаю, в других странах была ли такая выставка. Просто я не слышал на постсоветском пространстве, чтобы что-то нечто подобное было. Но мне кажется, в свете также столетия Октябрьской революции, которая привела к таким большим бедам и преследованию также и церкви, и костела, и всех религий, всех конфессий, неплохо было бы подобную выставку тоже сделать и на эту тему. А что касается вашего вопроса, несомненно, вопрос очень-очень актуальный. Мы видим, что поднимают головы неофашисты. Да, конечно, можно говорить, что мы за христианские ценности, за духовные ценности, но мы видим, что путь к этим ценностям — это путь, в первую очередь, соблюдения Божьего закона, который говорит о том, что насилие неприемлемо, а очень часто используется насилие этими группами, и это неприемлемо. И мне кажется, что церковь всегда говорит об этом. Церковь не молчит, церковь не приветствует все эти неофашистские движения, потому что мы знаем, к чему привели эти движения в 30-е годы прошлого века, во что это все белилось, и повторение этой истории. Никто не хочет, никто не хочет, чтобы человек наступал второй раз на те же самые грабли, потому что очень сильно бьет и прямо по лбу. Ну хорошо, люди, которые стоят за этими движениями, с ними, в общем-то, все понятно. А вот что делать простому обывателю, которого надоели политики, которые его чаяния никаким образом не реагируют, которые проводят там свои какие-то политику свою, с которой он не согласен, которые пускают мигрантов, а он не хочет этих мигрантов. Они занимают рабочие места, они устраивают преступность, что происходило на Рождество год назад в Кёльне. Мы все видели в новостях ужасные события. И потом приходят вот эти вот люди и говорят, у нас есть простое решение всех этих проблем, присоединяйтесь к нами. Человек, он даже может быть и не лютоправлым, просто обычный человек, он говорит, о, класс, я за вас голосую. Значит, вопрос миграции, конечно, очень-очень сложный, и мы не уйдем от него, миграция будет развиваться. Я встречаюсь с многими людьми и тоже говорю о том, да, конечно, миграции, вот, в Сирии война, слава богу, как бы там завершается все это дело, подстроить это все, я себе не представляю, сколько это стоит будет, сколько-то времени будет. В других странах вот террористические акты, войны ведутся, люди бегут. Но я услышал от одного человека, от одного журналиста такие слова, это не только эта причина. Сегодня все знают языки, сегодня все пользуются интернетом, и человек знает, сколько он получает в Индии, и сколько он получает в Германии, во Франции. Все хотят хорошо жить. Это тоже вторая причина, почему люди оставляют свои места и едут, ищут хороший кусок хлеба просто вот. Все хотят хорошо жить. Поэтому это очень сложный процесс, несомненно, нужно помогать тем, которые нашлись в очень сложной ситуации. Но мне кажется, что в первую очередь нужно решать проблему на месте, там, где эта проблема возникла. Там стремиться к этому миру, чтобы там не было насилия, чтобы люди не убегали, чтобы люди не оставляли свои места. Потому что этому человеку, который прибыл тоже в ту же самую Европу, с другой культурой, другой цивилизации, надо сказать, тоже нелегко. Его тоже нужно понять, этого человека. Ему совсем нелегко. А в конце концов, что кто-то недоволен властью, он тоже ее выбирал. Потом говорят, ну, очень мало людей голосовало. Там 30%, 40% всего там, и 50% это уже очень много значит. Вот так далее. Ну, мы не хотим Меркель, она пускает арабов. Да не сидите дома, не сидите дома, когда есть выборы. А идите на выборный участок, значит, вот. И голосуйте. Выбирайте того, который будет вам соответствовать. Но, конечно же, я против того, чтобы выбирали таких экстремистов и неофашистов. Ну, вот в Америке Трампа выбрали. Ну, я не хочу сказать, что он экстремист, но он такой не совсем привычный политик. Да, да. Какие привыкли видеть. Да, мы не привыкли такого видеть, особенно в Соединенных Штатах. Ну, люди выбрали. И тут на передний план выходит вот работа с молодежью. Ведь проще вложить в молодой мозг, в молодую голову какие-то идеи. И те же ультраправые. И вот что делает Костел, как работает с молодежью, вот, может быть, расскажете. Ну, понятно, что молодежь – это будущее. Будущее каждой страны, будущее каждой нации, но будущее также церкви. И эти слова сказал еще святой Иоанн Павел II уже около 40 лет тому. И мы повторяем эти слова, мы осознаем это совершенно ясно. Католическая церковь обращает очень большое внимание формации молодежи. Наверное, те зрители помнят, знают о том, что в конце сентября месяца этого года, завершающегося 2017 года, в Минске проходило пленарное заседание Совета Епископской Конференции Европы. Сюда приехало 45 епископов, из которых 9 кардиналов было. Это председатели конференции епископов разных стран Европы, там приглашенные гости, представители Ватикана и тому подобное. Вот. И тема была молодежь. В будущем году в Ватикане состоится сенот епископов, посвященный молодежи. Четыре недели епископы со всего мира вместе с молодыми людьми будут обсуждать проблемы. Более того, в марте месяц, это последнее решение Папы, в марте месяц состоится предсинодальная встреча молодежи со всех стран мира. И будет уже представитель от Белоруссии также там. Мы должны в первую очередь послушать молодежь, чего вы хотите. Мы должны помнить и о том, осознать даже, мы как церковь, каким языком сегодня говорит молодежь, понимает ли она наш язык, может быть, мы говорим поверх голов. Поэтому это предсинодальная встреча предусмотрено. Более того, полгода каждый молодой человек мог на специальном сайте Ватикана ответить на анкету. Анкета специальная была подготовлена. А если он имел какие-то другие предложения, так же мог дать. То есть сегодня это все собирается вместе, посмотреть, ну, чем живет вот эта молодежь. Вот. Мы, со своей стороны, здесь, в Белоруссии. У нас проводятся в Адванте месяце, в Адванте, во время Адванта и также во время Великого Поста такие встречи молодежные. Вот прошлую субботу эта встреча была здесь, в Минском Кафедральном Соборе. Каждый год проводят, каждая епархия проводит также свои Дни молодежи. Время от времени мы проводим также и такие общие белорусские Дни молодежи. Я думаю, что в будущем году, по крайней мере, у меня такая идея есть, я хочу ее обсудить со всеми епископами, чтобы провести такую общую белорусскую встречу молодежи по случаю синода епископов. Потом также много других программ проводится. В храмах наших тоже есть и такие библейные встречи, библейские встречи, потом, например, в Кафедральном Соборе. Каждый четверг встречается молодежь. А вот среди прихожан в костюре много молодежи? Слава Богу, есть. Слава Богу, есть. Слава Богу, есть. И это не такая пассивная молодежь. Она задает вопросы подобные этим. Еще может покруче, если так сказать, используя язык, значит, вот. И на них надо ответить. Надо отвечать. Иначе ответят другие. Иначе ответят другие. Понимаете? Мы должны отвечать, мы должны быть с ними, потому что если мы не будем, мы будем подобны до человека, который находится на перроне железнодорожного вокзала, поезд уходит, а он не садится. Он только потом увидит огоньки уходящего поезда. Но в этом поезде люди, и там должны быть пасты с ними. С ними должна быть церковь. Кажется, два года назад были Дни молодежи, кажется, в Рио-де-Жанейро. И там Папа Франциско назвали самым популярным Папой Римский среди молодежи. Что он популярен не только среди католической молодежи, но и среди других вероисповеданий и атеистов. — Последний день молодежи был в Кракове, а перед этим был в Рио-де-Жанейро. Но этот Папа очень популярен. Он, так сказать, не философствует очень сильно, он так по-хозяйски говорит, вот, например, то его выражение с Кракова в прошлом году. Я был, присутствовал при этом. — Молодые люди, да вы так быстренько на пенсию не спешите, встаньте с дивана, не будьте людьми дивана, встаньте с дивана, оденьте свои кроссовки и идите, идите, несите Евангелие. Это слоган, который сегодня пошел во всему миру, но я это отношу к себе тоже. Мы тоже, как церковь, должны встать и вместе с молодежью идти, вместе с нею быть. Вот как радуется молодежь, когда есть паломничество, много паломничеств у нас, скажем, к Божьей Матери Буцловской на эти торжества идут. Вот приедешь с ними, часик, второй, вместе пойдешь. Ну, они просто радуются тому, что они не оставлены на самих себя, вот, с ними кто-то есть, а еще епископ приехал. Понятно, что со всеми не может быть, все дни не может быть, но стараемся ехать, мы как-то эти дни так это все мы разъезжаем, посмотрим туда, в одно место, другое место, чтобы какое-то богослужение провести, категоризацию провести, место отслужить, вот, и тому подобное. Просто нужно быть с ними, нужно понимать их, чтобы ответить на вопрос. Врач прописывает лекарства после того, когда возьмет все анализы. Установит диагноз. Установит диагноз, вот, и тоже мы должны знать, ну, чем они живут, что им нужно. Мы с вами встречаемся в канун Рождества. Скажите, пожалуйста, несколько слов нашим зрителям, слушателям и читателям. Ну, дорогие братья и сестры, очередной раз Божье провидение позволяет нам праздновать это радостное и спасительное торжество. Мы должны праздновать его не только как воспоминание о том величайшем событии, которое 2000 лет тому назад изменило ход истории, но Рождество Христово должно стать частью нашей жизни. Христос должен своей благодатью родиться в наших сердцах и в наших душах, чтобы они стали Бифлеемом уже 21-го столетия. Он должен быть в наших сердцах, чтобы изменять нашу жизнь, чтобы мы не только пришли к вертепу, не только посмотрели, как он красивый в одном храме, в другом храме, сегодня уже рядом с храмом эти вертепы есть, но чтобы сама суть этого праздника стала сутью нашей жизни радостных, счастливых, полных Божьей благодати и Божьего мира, праздников Рождества Христова и счастливого наступающего 2018-го года. — Это был прямой эфир на СБТВ. Вы сможете посмотреть программу в записи, а также радиоверсию «Услышанное волнах Альфа-радио». Спасибо вам за добрые слова, спасибо за то, что вы к нам пришли. Приглашаем вас на Пасху. Всего вам доброго, до свидания.